30 тысяч книг, периодические и электронные издания. Вся эта богатая коллекция будет храниться в обновленном помещении детской библиотеки номер 14, что находится на улице Ленинградской. Уже завершен демонтаж перегородок, стяжка пола, установлены инженерные коммуникации, ведутся отделочные работы. Для обновления библиотеки закуплена новая мебель и специальное оборудование для медиазоны, проведен интернет. В здании также предусмотрен доступ для маломобильных граждан. Кроме того, в библиотеке организуют выставки, посвященные самым многочисленным народам Самарской губернии. Эта библиотека многофункциональная. Она рассчитана на читателей не только детей, но и любого возраста. То есть каждому здесь найдется уютное пространство для проведения культурного досуга. В порядок приводят и Центральную городскую библиотеку имени Крупской. Интерьер библиотечных залов зданий на Маяковского украшен колоннами и барельефами советских классиков, сделанных в духе сталинского ампира. Здесь будут сохранены ценные декоративные элементы и воссозданы те части, которые были затронуты во время ремонта. Сейчас закончен демонтаж покрытий пола и стен. Рабочие приступили к полной замене коммуникаций, отопления, электричества и водопровода. Так как библиотека находится в жилом доме, все работы обсуждают с жильцами. Хотели утопить стены, но так как жители против, поэтому нашли другое конструктивное решение, нашли возможность, что короба будут открываться и в любое время будет доступен к трубам, какие-то аварийные ситуации. Как выполняется ремонт библиотек, проверила глава Самары Лена Лапушкина. Она проинспектировала текущее состояние объектов и пообщалась с подрядчиками, чтобы выяснить, есть ли сложности. Мы договорились, что встречаемся с руководителем подрядной организации, выписываем дорожную карту, оказываем все содействие в решении всех текущих вопросов. Самое главное, чтобы здесь люди работали ежедневно в достаточном количестве, чтобы было материалы и все выполнялось срок. Модернизация библиотечной системы в Самаре ведется в рамках нацпроекта «Культура», основная задача которого – обеспечить максимальную доступность к объектам культуры. Закончить ремонт в двух учреждениях планируют уже этой осенью. Андрей Горгуленко, События.